Десногорск 9 декабря в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы состоялись соревнования среди семей трех садов Десногорска «Папа, мама, брат и я. Мы – спортивная семья». Семья – это близкие и родные люди. Те, кого мы любим, с кого берем пример. О ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважения. И сегодня мы приветствуем все семьи, пришедшие на наш праздник. Данное мероприятие было организовано и проходило в рамках Всероссийской акции «Отцы России за многодетную семью». Задача спортивного праздника – прежде всего пропаганда здорового образа жизни, привлечения взрослых и детей к систематическим занятиям физической культуры и спорта, а также создание условий для становления, укрепления и повышения положительного имиджа многодетной семьи. В соревнованиях принимали участие команды семьи из детских садов Чебурашка, Ивушка и Ласточка. Программа состязаний была насыщенной и интересной. Она состояла из восьми заданий и стафет, в которых участники проявили творческое воображение, смекалку, ловкость и свои спортивные качества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Завершились спортивные состязания торжественным награждением. Каждая команда была номинирована и получила грамоту. А каждый участник ушел в этот вечер с памятным подарком. АПЛОДИСМЕНТЫ Посещение детских дошкольных образовательных учреждений Десногорска главой администрации Вячеславом Владимировичем Сидунковым стало уже традиционным. 4 декабря глава администрации в сопровождении заместителя по социальным вопросам Сергея Валентиновича Тощева и председателя комитета по образованию Риммы Александровны Овечкиной посетил детский сад «Дюймовочка». Заведующая детским садом Раиса Павловна Цыганкова предложила начать знакомство с садом с просторного музыкального зала. Зал у нас хороший, просторный, место оборудования, оборудование все есть, музыкальный центр, в принципе, зал у нас мультимедийный проект. Это наш спортивный зал, совершенно поэтому группа у нас многочисленная, конечно, если бы нам зал побольше, потому что группа у нас по 23 ребенка, по 22. Это не потому, что мест нет, но потому, что желающих. Многочисленная, многочисленная. Если у нас есть по 10 групп, то здесь у нас 13 групп. И самое наполняемое значение. И списочный состав у нас на сегодняшний день 253 ребенка. Малыши, все, только надо проходить, поэтому у нас еще большая работа с родителями. Да, большая работа с родителями, с формацией, все. То есть родители в целом активные в группе, не только она одна, я смотрю, группа поделки, где интересная. Ну да, 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 активные родители. Но как-то вот этот набор в этом году, 12-го года, вот так вот, где были там уголочки, очень родители спокойные, активные, довольно-таки понимающие. Раиса Павловна рассказала и о проблемах, существующих в детском саду. Вот это самая проблемная группа, где у нас не достает тепла. Это группа номер 6. На утро здесь температура 18 градусов. Четыре группы детского сада требуют ремонта и практически все – замены окон. Окна-то, да, вроде журые везде, но сам принцип, что... Да, но... Получается, так или иначе все сады уже... Да, конечно. Кроме вашего. Конечно. В Дюймовочке работают высокопрофессиональные педагоги, благодаря мастерству которых в 2013 году детский сад стал победителем в конкурсе социально значимых проектов, проводимых Госкорпорацией Росатом. В своем районе у нас был здесь музей, но когда мы открыли дополнительную группу, здесь у нас... Здравствуйте. 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 Наши передовые кадры, которые в прошлом году участвовали во всероссийских двух конкурсах, где поимели серебряные медали. Я вам покажу. У меня в кабинете серебряные медали Интерна Владимировна и Лариса Валерьевна. Лариса Валерьевна у нас участвовала, вышла в финал конкурса «Росатом», и она у нас ездила на стажировку. Так что результаты у нас даже очень плохие. Заглянули гости в кабинет к логопеду, в медкабинет, в физиопроцедурный кабинет, в экологическую комнату, на пищеблок и в избу музей. «Гордость детского сада». У нас очень интересные выставки бывают. Телевидение не раз снимало наши выставки. И по русской кухне народной, там очень древний, очень. Ну, в общем-то, ну, а сейчас дети занимаются здесь. Легко-раритетные наши. Да, да, да. Здесь очень много раритетных. Но самый большой, по-моему, кажется, у нас это мельница. Она в рабочем состоянии. Заканчивая обход помещений детского сада, у главы и его сопровождаемых уже полностью сложилась картина о ситуации в Дюймовочке. Да, есть проблемы, и их нужно решать. Глава администрации поинтересовался объёмом шефской помощи и депутатского корпуса. И заверил, что по каждому детскому саду будут составлены сметы работ по самым неотложным проблемам. И средства обязательно будут изыскиваться. Спасибо. До свидания. Сало. Сало висит. Да. Строй сало. Птичка. Нужно чтобы сомневаться. 10 декабря во всех районах Смоленской области Госавтоинспекция с участием представителей средств массовой информации проводила сплошные проверки водителей на состояние объединения. Такие мероприятия прочно вошли в практику сотрудников Госавтоинспекции, так как показывают высокую эффективность в борьбе с грубыми нарушениями среди участников дорожного движения. В рамках операции дорожные полицейские останавливают до 100% транспортных средств потоки, выявляя водителей с признаками опьянения. За время проведения сплошных проверок в районах области 10 декабря полицейские пресекли более 660 грубых нарушений правил дорожного движения. В том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение правил применения ремней безопасности и другие. Сотрудники Госавтоинспекции продолжат такие мероприятия, чтобы на смоленских дорогах сокращалось количество нетрезвых водителей и пострадавших по их вине. Данное мероприятие направлено, во-первых, на профилактику данного вида правонарушений, чтобы граждане понимали такое понятие, как неотвратимость наказания, что в городе Смоленске присутствует Госавтоинспекция, и если водитель всё-таки позволит себе употребить алкоголь за рулём, то мы его однозначно привлеком к административной ответственности, и он от неё не уйдёт. Управление транспортным средством – ответственное дело, требующее от водителя предельного внимания и собранности. Это невозможно, если речь идёт о нетрезвом человеке. Госавтоинспекция призывает водителей сознательно отказаться от риска собственной жизнью, жизнями других людей, и садиться за руль только трезвыми, и предупреждает. Автомобилистам, склонным к употреблению спиртного, следует ожидать встречи с инспектором на любой дороге области и в любое время суток. Редактор субтитров А.Семкин